В прошлом видео я подробно говорил о бихистонской надписи, которую якобы приказал сделать царь Дарий в VI веке до н.э. и в которой содержится первое упоминание о стране под названием Армения. Я коротко напомню, о чем там шла речь. Доподлинно известно, что эту надпись до 30-х годов XIX века, то есть за 2500 лет, никто не видел и никто не упомянул о ней ни словом. Что нашел эту надпись английский офицер по имени Генри Роулинсон и сам же лично ее расшифровал и перевел. И сразу после этого Королевское Азиатское Общество в Лондоне выдало заключение, что надпись эта подлинная и относится она к VI веку до н.э. Любопытный момент, о котором я забыл упомянуть в прошлом видео. В 1848 году, когда была признана подлинная бихистонская надпись, еще не были изобретены методы датировок древних артефактов, известные сегодня. Однако в Королевском Азиатском Обществе в Лондоне уже тогда откуда-то точно знали дату создания этого мирового археологического шедевра. Коротенькая справка. Азиатское общество занималось историей Азии, соответственно, ее языками, литературой и, самое главное, финансировало и проводило археологические раскопки. И что особенно удивительно, куда бы ни отправлялись археологи этого азиатского общества, они буквально сразу раскапывали древние города, древние библиотеки, находили тысячи клинописных текстов и тысячи всевозможных артефактов, из которых сразу, то есть тут же, во второй половине XIX века, и сложилась, склеилась вся известная сегодня древняя история Азии. Первое азиатское общество было создано в Калькутте в 1784 году англичанами, точнее, только англичанами. Затем в 1823 году такое же общество было создано в Лондоне и, как вы догадываетесь, тоже только англичанами. В 1822 году было создано азиатское общество в Париже. В нем состояли французские и немецкие ученые, осмелюсь утверждать, что Калькутта, Лондон и Париж – это был один и тот же проект. Кому интересно, почитайте и сами в этом убедитесь. Сегодня я расскажу вам о знаменитом Ванском царстве, или, как его еще называют, царстве Урарту. А точнее, о том, что доподлинно известно о происхождении Ванского царства, которое мы, армяне, сразу же приписали к своему личному хозяйству. И о том, что доподлинно известно о происхождении древних клинописей, в которых упоминается образование одного из самых древних городов на Земле – образование Еревана. Иванское царство, по версии наших историков, просуществовало с IX по VI век до н.э. примерно 300 лет. Я не буду здесь разбирать художественную часть этой истории с любовными похождениями Ара Прекрасного и прочей Санта-Барбарой, только факты, как мы и договаривались. Я начну с главного вопроса. А главный вопрос, который мы должны всегда задавать себе, соприкасаясь с древностью, звучит так – откуда мы об этом знаем? Откуда мы знаем о Ванском царстве? О Ванском царстве никто ничего не слыхал до 1828 года. Уже знакомые должны быть для вас даты. В 1827 году только что открывшееся в Париже азиатское общество направило в район озера Ван молодого археолога Фридриха Шульца. И уже в следующем, в 1828 году Фридрих Шульц обнаружил на Ванской скале более 40 клинообразных надписей, древнюю резиденцию урартийских царей и столицу Урарту Тушпа. Найденные клинообразные надписи Шульц зарисовал к себе в блокнот. Но уже в следующем, в 1829 году он был ограблен и убит курдскими бандитами. Однако, спустя 11 лет, в 1840 году, его рисунки чудеснейшим образом добрались до Парижа, где впоследствии были расшифрованы, переведены и изданы вместе с историей древнего царства Урарту. Справедливости ради следует сказать, что царство Урарту упоминалось не только на Ванской скале, в этих ванских текстах, но и в текстах ассирийских царей, поскольку Ассирия вроде как в древности воевала с Урарту. А знаете, откуда взялись древние ассирийские тексты? Я надеюсь, сейчас вы уже не удивитесь. Их раскопал в городах Неневия и Немрут английский археолог Остин Генри Лейерт. И когда? В 1845-1851 годах. Пишут, что Лейерт неожиданно бросил адвокатскую практику в Лондоне и рванул на удачу в Османскую империю на раскопки. И удача улыбнулась ему. Он сразу нашел там два древних города Неневия и Немрут, царскую библиотеку клинописных табличек Ашурбанипала, линзу Немрут и знаменитых крылатых быков. Согласитесь, знал человек, куда ехал. Добавлю, что клинописные тексты, найденные на Ванской скале, на Бехистунской скале, в Неневии и в Немруде, люди постоянно друг на друга ссылаются, как бы подтверждая подлинность самих себя. Вспомнил анекдот. Абрам, где вы берете деньги? Абрам, ну как, в тумбочке. А в тумбочку кто их кладет? Моя жена Сара. Подождите, а Сара где берет деньги? Ну как, где? У меня. Абрам, ну так, а вы где берете деньги? Я же вам уже сказал, в тумбочке. Так и с доказательствами нашей древней истории. Об остине Генри Лейерде и его феноменальном успехе археологическом я обязательно подробно расскажу в самое ближайшее время. А сейчас я хочу добавить только, что на территории Иванского царства в конце 19 века провели раскопки экспедиции Британского музея, немецкой археологической экспедиции, а в начале 20 века российская археологическая экспедиция под управлением, под руководством Николая Яковлевича Марра, который был, кстати, сыном британского подданного Джейкоба Марра. Немногочисленные артефакты уратийского царства хранятся сегодня в музеях Лондона, Парижа и в самом Ереване, древность которого подтверждается текстами Ванской скалы. Ну что же, благодаря этим находкам у нас есть возможность как минимум в школах, в институтах и на досуге изучать эти бесконечные и увлекательные истории, сюжеты древних миров, а как максимум писать диссертации и, например, предъявлять территориальные претензии. Кстати говоря, вся основная информация о древнем Израиле и его точном местонахождении на карте появилась как раз в это время, во второй половине 19 века. А потом раз и уже в 1946-48 годах реальный Израиль, а в 1947-м пастух-палестинец находит кумранские свитки, в которых подтверждается, что таки да, именно здесь находился древний Израиль. Ну это я так, к слову, чтобы древним армянам не было так одиноко и печально соскабливать с себя всю эту историко-археологическую грязь. И я надеюсь, что после того, как армяне вникнут в то, что я говорю и буду еще говорить, древних среди них поубавится, а адекватных прибудет. Надеюсь и верю. Продолжение следует...